Я достал фотоаппарат, телефон, заснял эту штуковину. Работать умный человек работает. Шейка меня немножко подводит. Короче, мужчина сказал, он занимается этими сварочными работами, проволочкой, которая там есть, медно-фосфорная. И кислород и пропан. Все. Специалист, что там говорить. Работал я когда-то с этим сварчиком при температуре минус 42 градуса. Пропан как жидкость была. Ну что, идем покупать. Какой покупать? Уже купил молоко по 34 гривны 900 грамм и буханку хлеба славянского. А потом бежим. Потом расскажу, кого встречал, кого заметил. Так, надо шапочку поправить, но ничего. Роснулся я сегодня в 2 часа ночи. 3 часа сел за компьютер. Какое-то там видео сделал, которое можно смотреть только мне. Поел борщик, последнюю порцию. Докладываю. Виня, ретик? А-а-а. И шо ж, в 6 часов опять бежал спать. Утро. Проснулся в 10. В 11 часов вышел. На углу дома стоят два мужчины. И два мужчины, два десантника. Одному в 70, другому в 80. Ну еще мне интервью ни разу не давали. А и на этом углу, когда-то в 1964 году, в 7-м, в 8-м, приезжала мусорная машина. А я как раз мусор выношу. Женщина выходила из машины, гудела в дудку. И народ выбегал и успевал мусор вынести. Теперь все поменялось. В дудку никто не гудит. Ну есть, правда. А что дальше? Кого еще встретил? Встретил Аллу. Встретил Аллу. Поговорил с ней. Она ездила на дачу куда-то. А сейчас уже не ездит. Потому что электрички до Марганца не идут. Ну а приходится им ездить маршруткой. Дороже. Кого там еще я встретил? Ну вспоминай, напрягая память. А перед лифтом, эскалатором, Мишенька встретил товарища. Одет по-зимнему. Шарфик и все остальное. Ну а у меня шейка голая. Он пожелал мне выиграть. Поставил я. Пошла тревога. И позвонили по телефону и сказали, Миша, скопилось железо. Давай забирай. Ну я сегодня мечтал о железе. Мечты осуществляются. Выхожу вниз. Встречаю товарища. Подсказал он мне, где находится такой рыцарский магазинчик. Ну там надо столик заказывать. Я столики не заказываю. Захожу внутрь. Встает товарищ. Идет товарищ навстречу там, где елочные игрушки. Похож на снеговика. Тяжелые у него события. Похоронил маму. Когда-то мы с ним играли в шахматы на заводе коммунар. Он проиграл. И шахматную доску мне одел на голову. Бывают такие партии интересные. Ну а сейчас что? Пока не замерз. Вроде бы уже нагрел этот самый сыворит. И еду за металлом. Если получится, сбагрю свой обогреватель, который я нашел. Все. Доложил. Вот такой сзади меня пейзаж. Я не сказал вам, что я купил в магазинчике. Я купил все-таки славянский хлеб. 19-20, не так дорого. Съедим. И два пакетика молока. По 34 гривны. Это уже, конечно, перебор. Но такое есть. Такие коровы. Купил заранее этот самый закваску йогуртную. Планирую сегодня сделать этот йогурт. Посмотрим. Сыр у меня не получается. А вот йогурт мы сделаем. Я в барус иду. Хочешь кушать? Да. Он хочет кушать. А где я тебе возьму еду? Ты к моей сумке подбираешься? Ну ты молодец. Я не могу его снимать на телефон. Так кто его снимает? А что он? А где у него есть документы? Ну надо его снимать на телефон. Это моя собака. Я не люблю, когда его снимают. А ты он хороший собака. Хвостик хороший. Понятно. Ну ты господи. Проверь сумку. Итак, работаем быстро, без шума и пыли. Короче, позвонил товарищу. Сказал, может ты заберешь у меня масляный обогреватель, который я нашел. Бывает. Кто-то что-то выбрасывает. Он сказал, электричество дорогое. Ремонтировать я не буду. Давай сам сдавай его на металл. Проблематичная штуковина. Короче, беру сумку. Одеваюсь чуть-чуть потеплее. Приеду к нему. И поедем сдавать. Нежданно, не гаданно. Пришел заход? Да, пошел. Ребята. Вот так вот приедешь сюда с пустыми руками, а уезжаешь в полный, забитый и всего остального. Жадность фраера поубит. Нет, нет. Как мне сказали, что Крамеров была большая перемена. Снимался. Но я снимаюсь в другом фильме. Короче. Магнитофон. Филипс. А там справа куча железа. Я мечтаю о том... Короче, драгоценности не дают. И не покормили сегодня. Это большой минус. Так и скажите им. Спасибо. Теперь мне главное доехать. Желаю запорожцам всегда приходить в такие хорошие места. Где вас накормят, напоят и отправят с полными сумками. Спасибо большое оператору. Я все... Там мне говорили, есть во мне что-то такое от Тараса Бульбы. Он вернулся за люлькой. Ну, а я даже нет. Я не стал возвращаться второй раз в ходку. Все забрал сразу же. Итак, моя задача довести все это. И закрой себе курточку, Мишенька, прохладненько. 12.21, Мишенька остановился. Поговорил с дамой по дороге. Она сказала мне такую пословицу. Как сказала? Не скудеет рука дающего относительно этих всех принадлежностей, всех доходов. И отсохнет рука у того чрезмерно берущего. Я ей сказал, что я буду чем-то крылом мазать. Ну что, сзади меня стадион, на котором мы играли в футбол. И Мишенька иногда забивал голы. Итак, вперед. Мне еще пройти, наверное, три четверти пути. Ребята, ну не мог я не сфотографировать. Но это у него не пропан, а ацетилен. Вот такое второе явление. Что я вам могу сказать? Я все-таки нашел более рациональное расположение груза. И проехал это расстояние три четверти пути. Более-менее нормально. Осталось мне еще пройти одну четверть, проехать. Но надо выбрать оптимальный вариант. Либо ехать сдавать металл, либо успокоиться. Но этот проигрыватель, этот приемник я все-таки отдам по назначению. А потом я вспомню свои маленькие мемуары. Без мемуаров никуда. Так, ребятки, 13.32. Можно сказать, до приемного пункта осталось немножко. Вот это вы видите железячки. Вы видите этот пакетик. Это все дополнительный доход. А вот топор... Топор. Что такое? Он немножко заговариваться стал. А то сдам и сделаю большой монолог. Сидя на лавочке. Вот там вижу. Догадываюсь, где она есть. Ребята, пожелайте мне, чтобы приемный пункт работал. Вот такая у нас золотая осень в посадке. Там баночка валяется. Это была кормушка для птичек. Белочки здесь прыгали раньше. Что-то я их не нахожу. Не наблюдал. Сейчас мне позвонил товарищ. Народ недоволен тем, что я, так сказать, не могу из носика вырезать эти самые, как они там называются, волосики. Я говорю, я вчера ногти пытался постричь, не удалось. Ну, короче, буду стараться. Ну, а как говорила мне наука, если эти штучки там присутствуют, то микробы туда не залетят. Вот так. Ребята, сдал я металлолом. Получил доход. В прошлый раз, вы помните, была у меня машинка подольская. А теперь вот этот зингер. Сейчас мы еще с другой стороны клацнем. Смотрим с этой стороны. Смотрим и любуемся. Зингер. Что-то такое нарисованное. Что-то такое написанное. Так, ребятки, в кармане у меня уже, так сказать, немножко. Как говорил Шарапов, мне эта сберкнижка будет греть душу. Короче, у меня уже 76 гривен дополнительно. 150 было. Куда-то потратил, не знаю, не помню. Помню, но не скажу. До того, чтобы добраться мне до балла, мне еще надо, ну, еще копать и копать. Что дальше? Балл стоит денег. Ну, я сам танцевать могу. Костюма у меня нету. Когда я женился или выходил замуж, не помню, забыл. Саша мне давал, который дал только что это железо. Давал пиджак, давал брюки. Ну, ладно, попросим у него и сходим на балл. Что дальше по дороге? Ну, когда появляется работа, то появляется она со всех сторон. Так то же самое, что это железо. Попалось, которое мне дали, а потом по дороге нашел еще. Ну, какие у нас люди интересные. Он подносит и спрашивает, а у вас есть железо? Он говорит, нет. А потом, оказывается, там у него крышки всякая ерунда. Пригодилось, сдал. Что дальше? Красиво они подъехали, красиво заходят. Мишенька добрался с трудом, несколько раз падал весь этот груз. Но я его закрепил. А, вот это теперь я расскажу про скотч. Прочитал. Когда американцы там ездили по Луне на своем луноходе, как они там говорят, у них отломался этот крыло. И они его в конечном итоге прикрутили скотчем. А так пыль забивала всяческие их приборы. Поэтому, Миша, если на космические аппараты берут скотч, теперь они регулярно берут скотч туда, то и тебе надо скотч брать. Если бы был у меня скотч, я бы закрепил бы эту штуковину. И все было бы окей. Вернул. Еду, зашел в эту посадку. Мама или бабушка с внучкой, с дочкой начали играть в волейбол. Примите меня в команду. Говорит, нет. Они не хотят меня принимать в команду. Тренера сборной не хотят. Ну и ладно. Тренируйтесь сами. Не выведу я вас. О, черный кот побежал. Какой-то добрый человек положил туда им кушать. Так, ребята, кто бы меня там положил. Придется самому ложить. Всем наилучшие пожелания. По-моему, я на 8 минут видео накропал. Как вы помните или не помните ли, я не рассказывал. Подъем 2 часа ночи оказался, на меня благотворно повлиял. И дополнительный сон с 6 вечера до 10 утра. Бодренький я стал. Бодрит меня это дело. Карманы, которые тут начали шуршать, вообще греют меня. Ладно, ребята, нас ждут великие дела. Вперед. Итак, прибыл я домой. Сварил гречку. Она как-то быстро сварилась, слава богу. Поставил молоко. Тоже, слава богу, практически одновременно сварилась. Ну, ребята, жалуюсь, ручка правая болит все-таки. Металл имеет вес на мою голову и пускай имеет. Короче, тушим свет, делаем видео. Что еще я хочу сказать? Да практически все. В голове много там было мыслей, но сейчас она пустая. Всем наилучшие пожелания.